А вот на зебре Уфока на Псковской электрический регулировщик пока не нужен, но один из пешеходов уверен, пересекать там улицу тоже крайне опасно и винит в этом автомат по продаже воды. Якобы конструкция скрывает пешеходов от водителей. Обращение возмущенная Новгородка разместила на портале вечевой колокол. Людмила Александрова проверила сигнал. Главная загадка улицы Луговая, по словам местных, как перейти здесь дорогу и не убиться. Водитель едет на средней скорости и, видя пустой пешеходный переход, не притормаживает. Но тут я делаю шаг вперед и уже поравнявшись с автомобилем, выхожу из слепой зоны. Я фактически могу оказаться на капоте этой машины, только вот будка здесь уже совсем ни при чем. При необходимости увидеть, что там на дороге, видинговый автомат легко обойти. Между ним и проезжей частью около полутора метров свободного пространства. Выглядывая не хочу. Видимо, сам факт того, что будка стоит так близко к переходу и возмущает жителей Псковского микрорайона. С точки зрения правил дорожного движения, на пешеходном переходе видимость должна быть нормальная. Чтобы ничего не препятствовало ни пешеходам, ни угрожало опасности. И водитель должен, конечно же, видеть все. Проходимость на этой улице высокая. Через дорогу Фока чуть левее гипермаркет. За несколько минут мы встретили достаточно пешеходов, которым будка не помеха. Она мне нисколько не мешает, потому что практически метр она от дороги отступает. Но раньше она стояла вот там. Поэтому она мне лично не мешает. Я с ребенком постоянно здесь хожу. А почему она мешает? Ну, мол, она перекрывает обзор. Да я так думаю, что нет. Вот я вошла, мне все видно. Вся дорога видна и в эту сторону, и в эту сторону. Так что если по правилам пользоваться пешеходным переходом, а водителям соблюдать скоростной режим, то вероятность ДТП очень низкая. А уж как правильно переходить дорогу, нынче знают даже дошколята. Направо, налево, еще раз направо и налево идти. Давай попробуем с тобой вот сейчас подойти к проезжей части, посмотреть направо и налево. Тебе видно все? Есть ли машины? Да, видно. Все видно? Ничего не мешает? Вот так непринужденно с препятствием в виде кулера справляется даже ребенок. Всего лишь посмотрев налево, а потом направо. А есть ли тогда проблема? Если официально для размещения подобных торговых объектов в Великом Новгороде есть правила. И этот источник бутилированной воды в них вписывается. Со стороны администрации он установлен в соответствии с правилами, в соответствии с теми нормативно-правильными актами, которые у нас существуют. У нас есть положение о порядке размещения временных торговых объектов, у нас есть схема размещения временных торговых объектов. Так вот, этот объект, он соответствует всем этим документам. Масштаб проблемы, описанной на вечевом колоколе, скорее всего, преувеличен. На этом переходе проще в лужи утонуть, чем попасть под авто. Или разве что сама будка упадет на проезжую часть, в прямом смысле перегородив обзор и тем, и другим. Людмила Александрова, Галузгий Вандян. Новости Новгородской областной телевидении.